Всем салют, это WhitePunk, мы смотрим тостер R.I.P.Y.T. Самый недооцененный артист R.I.P. Константин Ступин. Хвост лисицы, хороший трек. Советую послушать вам рок-н-ролл от этого старичка. Три новичка, которые зажгут в 2023-м. Foreign Way, Tico Deceo, пусть будет Rich. Лучший комикс всех времен. Это не комикс, а пусть будет манга. Хелсинг, все части, кроме последней. Говно. Лучшая панк-рок группа, бро. Сортирный союз. Топ-3 самых впечатливших тебе хоррора, бля. Для меня вопросик. Есть фильм такой «Страх», «Ангст». Немецкий фильм, очень достаточно криповый. «Реинкарнация», очень крутой тоже хоррор. И «Синистер» первая часть, потому что безупречный подбор музыки. Двух братьев «Boards of Canada». Саундтрек просто сделал все. Опиши новый релиз с тремя словами эпическими. Японское стилевое дерьмо. Любимый бит, который написал не ты. Вообще мне очень нравятся биты, которые пишет Майкл Джексон. Вообще все песни. У него есть трек, называется «Liberian Girl». Я вообще плачу под эту песню. Я бы хотел, чтобы эту песню написал я. R.I.P.M.J. «Guilty Pleasure Artist». Фокус-трек нового альбома «Подробнее». Там типа много прикольных треков, клевая интруха. Я на самом деле достаточно томный артист, такой меланхоличный. Пишу очень грустные песни, но иногда у меня есть хорошее настроение. Получается писать что-то веселое. Вот на этом альбоме можем так сказать, что будет та музыка, которую я мало вообще в жизни выпускал. Там будут мажорные песни, ну и такое более движовое что-то. Хочется зарядить чем-то людей в столь непростое время, а не, так сказать, добивать. Трек, за который тебе стыдно, почему? Я не знаю, но по иронии судьбы самый вообще трек мой нелюбимый, который я просто не люблю, это «Крестный». Мне за него, ну, не стыдно. Я его написал за 15. Мне бы не хотелось, чтобы люди меня оценивали по этому треку, потому что, ну, блин, это было вообще фа-фан. Я не знаю, как так получилось, что, ну, он как-то стрельнул. Лучший рэп-клик всех времен. Всех времен, гадам. Райдер Клан. БРК, 275. You know what it is. Выйдет ли альбом с Yellow Wolf? Я очень хочу, чтобы он вышел. Сейчас единственная проблема, почему он до сих пор не вышел, почему до сих пор его не написали, это расстояние. Пожалуйста, посольство любое, прекратите отказывать мне в визах. Дайте уехать куда-нибудь уже. Иначе не выйдет альбом с Yellow Wolf. Самый приятный респект в карьере. Да много, наверное, было крутых каких-то респектов, неожиданных, ну, типа там от Нойза, от Евы, я не знаю. От таких людей, которые постарше, наверное, приятный очень респект. Спасибо за респекты. Мне всегда приятно их слушать, поэтому, если вы еще не кидали мне респект, самое время его кинуть. Самый ожидаемый релиз 2023 года. А он может быть не музыкальный. Я жду Hogwarts Legacy. Всем фанатам Гарри Поттера большой рахмет. Артист, которого ты считаешь Гоури. SGP. Space Ghost Purp определенный. Это, короче, самый ебнутый вообще рэпер, которого я знал. Чего стоит только одно его видео. Space Ghost Purp диссинг every human in the world. Fuck all you, motherfucker. I don't care about nobody. I don't care about nobody. Я такого никогда в жизни не видел. Я вообще такую энергию, чувака. Это очень смешно. Вот, SGP. 100%. Лучший трек для борьбы с депрессией. У меня как-то с депрессией борьба такая в одну сторону. Она всегда выигрывает. Я не знаю, но... Я люблю слушать, когда у меня депрессия. Deftones, Cherry Waves. Deftones, Knife Party. Всю пластинку White Pony можно ставить. Ее до конца слушаешь. И более-менее уже что-то хочется как-то из дома хотя бы выйти. Уже можно купить сигарет. Deftones. Лучший мем всех времен. Сортирный союз. По-любому видос, если не видели, надо посмотреть. У нас группа Сортирный союз. Ее кто-то знает? И, короче, у Епифанцева был видос... Типа он берет интервью Аффиксы Твина. И еще у Епифанцева есть, короче, видос, где он предлагает всем стирать тайдом. Кто там? Открывай, сука. Это акция тайдели отрубания головы. Если вы не стираете тайдом, то самое время начать стирать тайдом. Самый любимый аксессуар. Все любимые. Люблю Chrome Hearts. Да и вообще, в принципе, мне очень нравится японский гранж-стилек. Он зародился, в принципе, в то же время, когда и появился Black Metal. И когда появились Sex Pistols. Они появились, правда, чуть позже, но стилек очень крутой японцев. Самая дикая история из 2022 года. Я как-то 2022 год провел поспокойнее, чем предыдущий, потому что предыдущие года... Ну, были сумасшедшие, конечно, случаи, как же без этого. Но таких прям диких не было. Ну, там просыпался в Туле, например. В мотеле под названием У Давида. Не знаю, как, где без телефона. Потом мы искали мой телефон. В итоге его какой-то чувак просто приклеил скотчем, блядь, к дереву прыгал головой вниз с трехметровой высоты просто. Не знаю, зачем. У нас какой-то был концерт с Фарой, какой-то тур очередной, я уже не помню. Екатеринбург. И там до сих пор место, куда я упал. Вот вы видели обложку в Playboy карте? Типа, это дерьмо полное. Люди из ЕКБ не дадутся пиздеть. У них в этом клубе, я не помню, как он называется, вот красной такой штукой помечены, где я упал головой вниз. Там до конца концерта оставалось штреков 6-7, меня увезли на скорой. Это одна из миллиона версий, почему у меня 80 сотрясений. Вот земля еле носит, но я надеюсь, что вы поняли, что я веселый и позитивный парень. Лучший выдуманный злодей всех времен. Мне вот нравятся чуваки, которые непонятны. Он вроде бы и злой какой-то, зловещий, ублюдок, но на самом деле у него, типа, ну, огромное сердце, там, типа, Спауна, допустим, Карате, типа, Макс Пейн. Мне вот такие всегда нравились герои, которые у них вроде бы даже и держаться уже не за что, чтобы идти вперед. Любимую убили, жизнь говно, никто даже не знает, что ты крутой. ТОП-3 цели на этот год выжить, жить, выпускать музыку. Больше целей вообще никаких нету. Хочу делиться творчеством, наверное, как никогда сейчас. Три совета начинающему продюсеру. Не засирайте телеграм, пожалуйста. Я продюсер, мне не нужны биты. Кому-кому? Они мне вообще не нужны. Прекратите, не будьте назойливыми. Второе. Кидайте биты в телеграме, будьте назойливыми. What? Потому что иначе вас никто не услышит. Очень много типов, которые закидывают мне в тег биты, им просто, ну, везет. Ну, реально, я там, типа, просыпаюсь, иду в душ, и иногда, типа, скроллю просто, что мне закинули, и вот, ну, на новом альбоме очень много новых типов будет. Какой еще можно на совет дать? Купить себе подкову, повесить ее на стену и просто делать музон. Я никогда ни у кого советов сам не спрашивал, вам тоже не советую их слушать. Просто делайте, что в душе вашей угодно. То есть вы будете заниматься тем, что вы любите, жизнь, она так распоряжается, всем по заслугам дается. Вы смотрели тостер, мы отвечали на вопросики, говорили о планах каких-то, и надеюсь, что новая музыка выйдет быстрее, чем этот выпуск. Это White Punk, R.I.P.Y.T. Каня.